Все они земные, все они идут от проблематики, в которой живут люди на земле Ульяновской. И тем более, что людей, которые не понимали бы этих проблем, в составе комитета просто нет. Здесь люди, понимающие проблемы здравоохранения, социальной защиты, образования, организации питания школьников, вопросы взаимоотношений власти и старшего поколения и так далее. Здесь нет секретов. И то, что вы продемонстрировали знания и активность в таких проектах, как старшее поколение, активное долголетие для нас очень важное, вы сумели этот проект, будем говорить так, не только его представить как некую рекламу, а вы его сделали, что называется, профессионально, объединив в центры, а центры объединив в некую ассоциативную форму, во главе которой некоммерческая организация социально ориентированная с правами поставщика социальных услуг. Вот для нас крайне важно для того, чтобы вот такого рода полномочия передавались некоммерческим организациям, такого характера, это залог будущих успехов. Нам очень понравился ваш подход к организации здравоохранения, я имею в виду масштабного типа. Диаметровый град для нас это такой первый мощный, ну такой кластерного типа построения медицинского центра, который позволит решать проблему с медицинским обеспечением больше 12 тысяч человек в год. Это такая первая очень интересная тема, которая позволяет вселить надежду в большое число людей, которые страдают онкологическими заболеваниями, лечить их точечно, лечить их по современном технологии, давая им высокий шанс на продолжение жизни. Мы отмечаем вопросы школьного питания, мы отмечаем, что вы стали некими родоначальниками в организации самоорганизованной системы СРО, когда вы подпускаете к очень деликатной теме школьному питанию только те организации, которые докажут, что они это умеют делать, а не те, которые умеют лихо на конкурсе снижать цену в три раза, и через некоторое время они, придя в школу, доказывают свою несостоятельность, и тем самым создают проблемы школам, детям, родителям. И, на мой взгляд, тот опыт, который есть у вас в организации школьного питания, его надо очень внимательно осмыслить, тем более, что там заложены нормативные схемы питания. Ниже или выше по ценам – это вопрос конкурсных процедур, но в каждом рационе питания должны быть те заложенные параметры, которые неукоснительно должны соблюдаться по витаминам, присутствию полезных веществ, микроэлементам и так далее. Вот тогда людям нечестным на руку не придется, что называется, входить в эти конкурсные процедуры, они будут заранее знать, что им там делать нечего. Школьное питание, детское питание должно быть полезным, вкусным, ну, будем говорить, здоровым. И вот здесь опыт организации такого питания в Ульяновской области нам очень полезен.